Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Обсудили ключевые направления совместной работы и дальнейшего сотрудничества регионов. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. В областной столице началась упорка территорий в рамках месячника по благоустройству, как прошел средник в Самарском районе. Моют вагоны, очищают оборудование, как готовят к летнему сезону Самарское метро. Турция, Абхазия и Египет стали странными лидерами по числу забронированных туров на лето. Какие направления предпочитают самарцы? Завоевали первое командное место и 20 наград в личном зачете. Юнормейцы отряда «Алмаз» успешно представили регионной всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью. Губернатор Дмитрий Азаров во время командировки в новые регионы встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Стороны обсудили ключевые направления совместной работы и дальнейшего сотрудничества. Напомним, в рамках летней оздоровительной кампании 495 детей Снежного Донецкой Республики и Сватова Луганской Республики отдохнули в лагерях Самарской области. Еще 98 детей из Донецка приезжали на Волгу осенью. 52 ребенка смогли побывать на параде памяти 7 ноября. И 48 детей стали участниками новогодних мероприятий. Кроме того, 410 ребят приняли участие в трех образовательных сменах Самарского государственного социально-педагогического университета. И еще 141 ребенок в рамках смен, организованных по Волжским государственным университетам сервиса. Дмитрий Азаров, в свою очередь, поблагодарил Леонида Пасечника за поддержку военнослужащих из Самарской области, дислоцированных на территории ЛНР. Около миллиона медиков, работающих в первичном звене здравоохранения, уже получили дополнительно к зарплате специальные социальные выплаты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, по его словам, с марта дополнительные денежные надбавки стали получать медики, работающие в сельской местности, районных центрах и малых городах. С числом жителей менее 50 тысяч человек. Теперь врачи будут получать выплату 50 тысяч рублей, а средний медперсонал 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек. Поддержка составит 29 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно, отметил председатель правительства. Для решения вопроса нехватки кадров на местах реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году в них приняли участие свыше 6,5 тысяч медиков. Обе программы по поручению главы государства продлили до 2030 года. Исторический центр Самары встречает апрель средником. В рамках месячника по благоустройству Самарский район сегодня очищали небезразличные жители. На улицы вышли около 100 человек. Побывать на среднике удалось и нашему корреспонденту Полине Чуляковой. Собрать мусор, расчистить улицы от еще не растаявшего снега, привести город в порядок после зимы. Поучаствовать в среднике сегодня вышли жители и активисты Самарского района. Среди них сотрудники администрации, активисты молодой гвардии, униципальные организации, которые работают на территории района. Довольно-таки большая такая компания активных людей, которые в едином порыве пытаются сделать, в данном случае, наш район чище. Почему? На Степана Разина 30 здесь была опиловка старых гнилых деревьев, чтобы обезопасить жителей. Поэтому работа у нас идет планом в режиме. В субботниках участвуют жители, то есть мы предоставляем им также и шансовый инструмент, перчатки, мешки и желающих ждем. Особая задача сегодня стояла перед гвардейцами. В рамках акции «Пожиратели незаконной рекламы» им предстояло очистить фасады домов, столбы и светофоры от незаконной рекламы. Трудились около 15 человек. Руководитель штаба Самарского внутригородского района Кирилл Бунин рассказывает, участие в субботнике ребята принимают не в первый раз, но в своем районе средник дебютный. Мы активная молодежь Самары, нам не безразлично на благоустройство не только нашего города, но и нашего района. Потому что мы здесь работаем, мы здесь постоянно активничаем и видим, как это важно делать. В Самаре в течение месяца планируется провести 4 средника и 3 субботника, один из которых будет общегородским. Полина Чулякова, Николай Сидоров, События. В Самарском метрополитене проводят генеральную уборку в рамках городского месячника по благоустройству. Подвижные составы готовят к летнему сезону. Каждый день моют 4 вагона внутри и снаружи. После этого проводится технический осмотр. Как сотрудники метро следят за состоянием поездов, увидела Елизавета Прокопенкова. Каждый вагон проходит через большой напор воды и крутящиеся щетки. В Самарском метрополитене продолжается генеральная уборка в рамках апрельского месячника по благоустройству. Повышенное внимание уделяется техническому и санитарному состоянию подвижных составов. Вагоны моют каждый день. На один поезд уходит около 5 кубов воды. Сначала состав очищают раствором со специальным средством, а затем моют водой. Потом поезд направляется в продувочное отделение, где на него подается сжатый воздух. Внутри вагона чистят все. Оборудование под сидениями, пол, потолки, стены, поручни, окна, подоконники, двери, диваны, плафоны системы освещения. Все контактные поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами. Дезинфекция входит, так скажем, в планово-предупредительные работы, и это продолжается на протяжении всего времени работы метрополитена с регулярностью прописанной нормативных документов. Сидения демонтируют, под ними убирают скопившуюся пыль, грязь и мусор. Фильтры вентиляционной системы также очищают и заменяют. Приводят в порядок и подвагонное оборудование. Его отмывают при помощи сильнодействующих химических средств и моечного аппарата высокого давления. Уборка запланирована на всех станциях метрополитена. Это касается входов, переходов и вестибюлей. Также следят за рециркуляторами, которые обеззараживают воздух. Сотрудники метрополитена каждый день заботятся о комфорте горожан. Их труды не остаются незамеченными. Всегда все достаточно чисто, в любое время вот. Таких особых нареканий нет. Следят в электродепо не только за поддержанием чистоты, но и за техническим состоянием поездов. Проводится комиссионный осмотр. Как правило, крупных неполадок не выявляем. Какие-то мелкие недостатки, то в процессе комиссионного осмотра это сразу устраняется. Текущий ремонт выполняется прямо в депо. А капремонт проводится только в заводских условиях. Модернизации ждут 18 вагонов. На контроле находится состояние всего комплекса зданий. Устройств и служебно-технических помещений. В апреле проведут комплексное обследование всех объектов метрополитена. В случае обнаружения дефектов или коррозии сформируется план работ по их устранению. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События. В России начался сезон аллергии, вызванных цветением растений. И в этом году он может быть непростым из-за пыльцевых бурь, повышенного количества зерен в кубометре воздуха. По словам медиков, до начала сезона пыления нужно обратиться к специалисту и подобрать оптимальную терапию. Как правило, это антигистаминные препараты. А вот применение при аллергии капель или спреев от насморка крайне не рекомендуется, так как эти препараты быстро вызывают атрофию слизистой. Если есть возможность, то лучше избежать или минимизировать контакты с пыльцой. Если такой возможности нет, то можно использовать специальные респираторы, которые предотвращают попадание пыльцы. Далее коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В госдоме предложили усилить административную ответственность за противоправные действия пассажиров на борту самолета. Как говорится в пояснительной записке, авиадебоширы могут представлять серьезную угрозу для безопасности полета. По их вине задерживаются рейсы, а незапланированные посадки влекут за собой непредвиденные расходы. Согласно предложенным изменениям, за потребление никотиносодержащей продукции на борту самолета нарушитель заплатит от 3 до 5 тысяч рублей. За пребывание в состоянии опьянения от 5 до 10 тысяч. За мелкое хулиганство на борту депутаты предлагают установить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна от 8 до 12 тысяч. Госдума приняла закон о повышении штрафов для тех, кто не пускает в дома газовщиков. Сейчас размер взыскания 1-2 тысячи рублей, но штраф нужно увеличить до 10 тысяч рублей. Для физических лиц считают парламентарии. Для должностных лиц штрафы вырастут до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц до полумиллиона. Предлагается также установить ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов, за проведение технического обслуживания газового оборудования организации, не соответствующей установленным требованиям. Продажи новых легковых автомобилей в России в марте этого года выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 146,5 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства. Первое место по продажам занял отечественный бренд «Лада». На втором месте расположился китайский «Хэвелл». Тройку лидеров замыкает «Джили». Первый ГОСТ для нянь утвержден Росстандартом. В пояснении к документу говорится, что правила применяются при оказании услуг по присмотру за детьми с трех до семи лет, в домашних условиях по месту проживания ребенка. Исключение – дети-инвалиды. ГОСТ не распространяется на образовательные учреждения, в том числе на детские сады. Применять его для работы могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и организации, агентства по подбору персонала. Сотрудники полиции выявили факт получения взятки. 58-летний руководитель одного из колледжей Самары на своем рабочем месте получил от учащегося 345 тысяч рублей за сдачу нескольких зачетов и экзаменов 17 студентами. Подозреваемые задержаны сотрудниками Самарской транспортной полиции при содействии сотрудников ОМОН «Смерч» Управлению Росгвардии по Самарской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Педагогу грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Сейчас она находится под стражей. Юнормейцы отряда «Алмаз», который базируется в Самарской школе 146, стали победителями Всероссийской спартакиады по военно-спортивному многоборью. Призывники «Служу России-2024». Ребята завоевали 20 кубков в индивидуальных дисциплинах, среди которых разборка-сборка автомата, бег, подтягивания, прыжки в длину. Такое количество достижений позволило взять первое место и в командном зачете. Как ребят встретили дома и к чему теперь готовится отряд, узнала наша съемочная группа. 20 наград в индивидуальных номинациях и кубок за итоговое первое командное. Таковы феноменальные результаты юнормейского отряда «Алмаз» 146-й школы на Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью. Юноши и девушки состязались в нескольких дисциплинах и разных возрастных категориях. Самыми успешными среди 19 участников стали Виктория Алексеенко, принесшая 4 медали, и Матвей Клычников. Он завоевал сразу 5 кубков. 3 за первое место и еще 2 за второе. На соревнованиях я не первый раз, третий год, а первый год выступал хорошо. В этом году я более улучшенно подготовился. Отряд не первый раз принимал участие во Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью. В свой первый год участия «Алмаз» занял 5 место. Тогда ребята и руководитель отряда решили, что первое место им под силу, и стали активнее тренироваться. И вот спустя 2 года это дало результат. Дети, они сами заинтересованы были, сами мотивированы. То есть, приехав после вторых соревнований, они прям целый год целенаправленно готовились именно на эти дисциплины. Им это интересно было. Поэтому, я думаю, результат из-за этого. И, соответственно, сплоченность команды. То есть, все друг друга поддерживали. Юнормейский отряд в школе создан в 2017 году. Сначала в него входили лишь 25 школьников, теперь 92 ученика. Но руководство школы уверено, после такого успеха вступить в отряд захотят многие. Ведь чествовали героев всей школой, а сами ребята стали настоящим примером для своих одноклассников. Это очень помогает. Внутренне дисциплинирует. Помогает правильно распределять свое свободное время. А главное, развивает их физические умения и формирует их моральные качества. Это те дети, на которых равняются все другие остальные школьники. Ребята уже начинают подготовку к спартакиаде следующего года, где им придется защищать звание чемпионов. А это уже, по признанию школьников, совсем другая ответственность. Но перед этим ребята сделают небольшой перерыв на приятный сюрприз. Они получили в подарок туристические путевки в Санкт-Петербург. А затем вдохновленные будут готовиться к параду 9 мая на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Обсудили нюансы трудоустройства и научились составлять резюме. Студенты Самарских колледжей приняли участие в заседании клуба занятой молодежи. Мероприятие, организованное Министерством труда Самарской области, региональной службой занятости при участии молодежного правительства. Подробности у Галины Топелиной. Найти работу мечты, грамотно составить резюме и освоить азы самопрезентации на собеседовании. Самарские студенты приняли участие в заседании клуба занятой молодежи. Эксперты в области трудоустройства поделились своими знаниями и раскрыли секреты успешного старта в карьере. Клуб занятой молодежи дает возможность молодым людям узнать о требованиях работодателя, помогает принять участие в мастер-классах. Мы делаем акцент на рабочие специальности, на востребованные специальности. Молодые люди интересуются, потому что в Самарской области есть закон о молодом специалисте, который позволяет при трудоустройстве на востребованную профессию получать финансовые выплаты. Педагог Самарского технологического колледжа Дарья Семирозубова вместе со своими студентами пришла на заседание клуба занятой молодежи. Дарья – молодой специалист, мечтает о карьере на государственной службе. Признается, все, о чем рассказывали эксперты, пригодится и ей самой. Как мне кажется, очень важно в наше время правильно себя предподнести, чтобы работодатель знал, кого ты берешь, уже было все четко прописано, все четко было понятно. И я думаю, когда в резюме написано много всего интересного, то работодателю будет интереснее с тобой встретиться. На следующей неделе по всей стране стартует всероссийский этап ярмарки трудоустройства. По словам директора регионального центра занятости населения, это шанс для молодых специалистов заявить о себе. На ярмарке трудоустройства будет много открытых возможностей для молодых специалистов. Им расскажут про самые высокие зарплатные платы, востребованные профессии. Все это им позволит одновременно, скажем так, сконцентрироваться на тех возможностях, также службы занятости, которые будут представлены, в том числе и на ярмарке трудоустройства. Заседание клуба завершилось карьерным квизом, в ходе которого студенты смогли больше узнать о трудоустройстве, карьерном росте и перспективах рынка труда в стране. Галина Топилина, Константин Головин, События. Самарцы предпочитают бронировать летние туры в Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные воды. Из зарубежных направлений выбирают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Не обходят вниманием и ближние зарубежья. Таковы данные по раннему бронированию. Ждать ли повышение цен на туристическом рынке в летнем сезоне? И какие есть изменения в оформлении загранпаспортов, расскажет Светлана Кудрявцева. Около 60% забронированных россиянами туристических путевок на лето приходится на Турцию. Далее следует по популярности Абхазия. Сохранил позиции и Египет. Он даже немного подрос в доле до 6%, сообщают федеральные эксперты. В предпочтениях самарцев лидируют Турция, Арабские Эмираты и Египет. Но большинство отдыхающих интересуются российскими направлениями. У жителей Самары популярны Санкт-Петербург, Калининград, Минводы. В основном из-за того, что есть прямые перелеты. Пока цены немного снизились, но представители туриндустрии прогнозируют рост стоимости летних путевок. По России спрос увеличился. Это очень радует, потому как для нас, турагентов, меньше забот, меньше хлопот, курс не меняется, более-менее стабильные вылеты и всегда можно с отелем пообщаться. Легче это. Ранее бронирование просело. Это 100% просело по предыдущим годам, поскольку у нас в это время уже намного было больше броней. Люди пока ждут, туристы ожидают, вдруг будет какое-то снижение. Пока немножко наметилось снижение, но это пока стадия принятия нового сезона. Далее цена увеличится. Прогнозируют на 30% авиаперевозка и на 15% увеличатся отели по стоимости. В то же время для отдыхающих создаются новые условия. На российских курортах значительно улучшается качество услуг. Например, взять Анапу. Кто очень любит Турцию, все включено, анимацию. Пожалуйста, в Анапе очень появилось много новых отелей, которые соответствуют пятизвездам. Ну и цена, конечно, пятизвездочной Турции. На регулярных рейсах доступны туры в ближние зарубежья. Самарцы летают в Армению, Грузию, Азербайджан. Средняя цена недельного отдыха составит от 50 до 80 тысяч рублей на человека. Новая забота у турагентов – внимательно проверять зарубежные паспорта. В прошлом году вступили в силу поправки регулирующие порядок выезда-въезда в Россию. Согласно изменениям устанавливается определенный шрифт, единообразное написание цифр в паспорте и другие правила. Раньше мы не проверяли нижнюю строчку в паспортах заграничных. Теперь нам нужно проверять шрифт, чтобы соответствовал. Единичка была в определенной форме. Единичка и семерка. Нижние данные также, чтобы соответствовали фамилии. Чтобы часто бывают ошибки в пол мужской-женский, и внизу прописывается латинская буква, не та, которая нужна. Да, участились такие случаи. И более того, сейчас путаница появляется с написанием городов, которые поменяли свое название или которых вообще нет. Это все надо сверять, уточнять. С 1 марта изменились и правила выезда за границу для детей до 14 лет. Чтобы их выпустили за рубеж, у юных путешественников должна стоять в свидетельстве о рождении отметка о российском гражданстве, специальный красный штамп. Он потребуется при въезде в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Получить штамп можно в территориальном подразделении по вопросам миграции по месту жительства. Однако отметка не нужна, если у ребенка есть свой загранпаспорт. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Текущий год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода – сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, что для них значит семья. Семья – это группа людей, которые любят друг друга и иногда вынуждены делать то, что не совсем хочется, но поддерживают и любят. Семья – это для меня главное. Важно, чтобы была гармония, у каждого свои задачи, у каждого свои взгляды. Самое главное – уметь договариваться между собой. Семья – это когда два человека находят друг друга. Когда два человека любят друг друга. И по-настоящему, да. Семья, наверное, это близкий тебе человек, с которым тебе комфортно, с которым ты живешь вместе. Любовь, понимание, взаимовыручка, возможно. Семья – это семья. Папа, мама, дети. Чем больше, тем лучше. Я вообще засею за традиционные ценности. Когда не родитель номер один, родитель номер два. Когда есть традиционно папа мужского рода, мама женского и детки. Это единение, это любовь. Дружба, доброта. Семья – это, во-первых, союз двух людей, любящих, во-первых. И потом же все остальное, все дети, внуки и так далее. Семья – это одно целое. Там, где есть любовь, доверие, взаимопонимание, и люди смотрят в одну сторону, тогда это семья. Маленькая ячейка общества. Да, общество, маленькая ячейка. Без семьи вообще ничего не будет. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 18 апреля в технопарке «Жигулевская долина» пройдет стартап-тур фонда «Сколково». Важнейшая составляющая – конкурс инновационных технологических проектов. В Самарской области ключевой темой конкурсных проектов станут передовые технологии беспилотных авиационных систем. До 4 апреля стартап из любого региона страны может подать заявку на участие в конкурсе «Тольятинского этапа». Авторы самых интересных проектов будут приглашены в «Жигулевскую долину» на очный полуфинал. В этот же день состоится гранд-финал. Победитель получит 300 тысяч рублей и статус резидента фонда «Сколково». Чтобы принять участие в конкурсе проектов, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса startup.defistour.ru и выбрать город Тольятти, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В Кировском районе прошел первый средник. Сотрудники администрации района и МБУ «Кировская» наводили порядок на незакрепленной территории социально значимого объекта напротив гимназии номер 133. Проведены работы по ворошению снега, уборке мусора и прошлогодней листвы. Принять участие в месячнике по благоустройству может любой желающий. За инвентарем может обратиться в свою управляющую компанию. В апреле будет проведено 4 санитарных средника и 4 субботника, сообщает телеграм-канал Кировского района. Продолжается запись на курсы компьютерной грамотности для людей серебряного возраста, пишет телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Обучение позволит быть в курсе последних новостей с помощью интернета, общаться с близкими с помощью социальных сетей, записываться в поликлинику, оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки онлайн. Программа обучения рассчитана на 3 месяца и разработана с учетом возрастных особенностей. Самарский дворец ветеранов приглашает всех желающих записаться на курсы по адресу улица Мориса, Тореза, 103А, кабинет номер 2 или по телефону 261 39 43. Занятия начнутся 6 апреля. 10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года», который проводится в рамках объявленного года семьи и в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей. Главная задача конкурса – распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны, информирует телеграм-канал промышленного района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»